всем привет на канале спутниковая тв в этом видео решил рассказать вам немножко о назначении разъемов а также о том почему стали убирать некоторые разъемы на современных ресиверах почему брали довольно таки полезные разъемы которыми пользовались часто и которых часто не хватает в ресиверах более современных в этом видео сейчас мы рассмотрим о назначении разъемов а также о том как их можно восстановить либо как можно избежать того чтобы не покупать второй ресивер например для подключения дополнительного телевизора перед вами два тюнера это старый evolution у которого обилие различных разъемов и различных вариантов подключения а также более современный strong 76 2 0 у которого этих разъемов намного меньше и это типичный представитель современного ресивера у которого выносной блок питания такое количество разъемов давайте же разбираться что изменилось и что нам что у нас забрали и что нам сейчас добавили возьмем в старом приемнике разберемся с каждым гнездом по порядку наверное каждый вас замечал что есть два гнезда scart scart вообще в принципе сейчас не используется сейчас scart уже даже не ставят на современные ресиверы этот разъем ушел небытие и слава богу он постоянно приносил всякие проблемы немножко отходил где-то что-то провод вытаскивался уже не было изображения нормального либо показывал синим зеленым либо пропадал звук зачем же было два scart а в этом конкретно ресивере есть tv scart есть vkr scart vkr видеокассет рекордер если мы помним это расшифрование видео кассетный магнитофон то есть раньше когда был один разъем на телевизоре это как правило был scart первое время естественно не хватало разъема и сделали вот такую хитрую штуку чтобы вы могли подключить в первый разъем видео магнитофон а во второй разъем подключить к телевизору этот ресивер таким образом ресивер служил как бы переходником между видео магнитофоном и телевизором то есть вы могли одновременно выключил там к примеру тюнер просматривать программы с видео магнитофона либо с dvd не переставляя при этом провода в вашем телевизоре было удобно иногда использовали но зачастую это все никому было не нужно и этот разъем попросту не использовался перейдем дальше тюльпанчики они же есть сейчас и на более современных ресиверах красные желтые белые назначение видео аудио r правый аудио л левый то же самое здесь видео и 2 тюльпанчика белый и красный на звук зачем это нужно это подключение от аналоговый тв выход композитный здесь видео сигнал желтый всегда желтый видео сигнал подается на телевизор у которого нет к примеру современного разъема hdmi и он видео идет по аналогу здесь конечно же будет разрешение картинки очень плохое качество картинки будут плохое но это один из самых ходовых самых популярных методов подключения красные белые здесь в принципе даже если вы попутаете то левый правый динамик если есть стереозвук на телевизоре ранее иногда телевизоры встречались где этого и не было то есть подключался либо белый либо красный и зачастую были это желтый белый либо желтый красный и звук при этом тоже был на некоторых каналах нужно было подбирать были такие сложности иногда особенно на каналах которые вещали к примеру на ямале там были звуковые дорожки у которых был забит либо левый либо правый канал под радио было такое дело этот разъем сохранился у нас так как много телевизоров современных все же содержат эти разъемы тюльпан так называемый колокольчик как вы хотите вот так и называйте достаточно удобная вещь достаточно простая принципе пользуется популярностью и сейчас что же вот это за разъем это тоже не часто встречающаяся вещь на тюнерах это компонентный видеоразъем здесь отдельно идут цвета то есть картинка на этом компонентном выходе было как правило лучше и на то время считалось одной из самых качественных когда подключался компонентный видеовыход здесь разделенный сигнал идет разных цветов здесь это все смешано в одном проводе идет здесь разделялся видео сигнал на несколько компонентов поэтому называется компонентный соответственно здесь только для подключения самого сигнала изображения использовалось три разъема каждого цвета и отдельно подключался звук нужно было бы 5 тюльпанов подключать телевизору но опять же на современных телевизорах в принципе компонентный вход сохранился в большинство случаев либо же разделен желтый и зеленый пополам если вы заметите на некоторых телевизорах есть такая такой разъем на котором желтый на пополам зеленым то есть этой компонентный и композитный он программно там сделано так что при выборе специально в меню а видео выхода здесь он уже видит какой сигнал к нему поступает на вход и выбирая там либо композит либо компоненты и тем не менее подключение компонентным проводом мало используется нынче хоть этот разъем до сих пор сохранен в телевизорах современных далее что мы видим питание 12 вольт 012 тоже очень полезный в принципе был разъем и и очень его иногда не хватает на современных ресиверах особенно если у людей стоит там две тарелки которые соединены 012 переключателем а это бывает и не хотят поставить современный ресивер у которого уже этого входа нет что это означает то есть этот вход зачастую черным цветом обозначен тоже тюльпан он может быть здесь где-нибудь находиться если нет компонента а также этот вход черный здесь его кстати нет бывают еще коаксиал коаксиал тоже редко использовался по сути никогда не использовался здесь нужно будет смотреть если у вас подписано коаксиал это звук если 10 012 это переключение реле 12 вольтового которое коммутировало раньше 2 10 к 4 портовых то есть вы хотели подключить а 8 головок либо 6 вам нужно было запятаться этого разъема подключить релешку такой так называемый 012 переключатель и он переключал нам зависимости от выбранного в меню пункта то есть если у вас стоит астрак примеру и подключена здесь этот переходник то здесь нормально замкнутый контакт это 0 вольт и 12 вольт это нормально разомкнутый либо наоборот и вы выбираете в меню 12 вольт вкл либо выкл при этом у вас выбирается один десек который идет там астрах от берта масс либо же 90 75 85 это будет вас питание 0 12 выключена тоже полезный разъем его убрали упростили ну да ладно сейчас уже есть принципе не так уж и дорого стоят 8 портовые если это нужно и необходимо rs232 этот разъем на некоторых ресиверах вообще отсутствует на некоторых сделан в виде переходников под мини usb либо под 35 либо вообще вшит на плату и приходится разбирать ресивер чтобы подпаиваться контакта для чего нужен rs232 если вы например зашились не тем софтом не тот список канала тоже зачастую выводит ресивер в загрузчики которые вдали не загружает программное обеспечение и стоит надпись будет либо что-то типа этого файл а этом ас и аж был раньше на ортонах надпись на дисплее то вот через этот ком порт вы подключаете обычный ком порт с компьютера используется обычный кабель то есть это стандартный разъем ком порт и вы подключаетесь и с помощью программного обеспечения там были куча куча разных прошивок и куча различных загрузчиков по свори сеюс естественно свой загрузчик и вы подключались и в принципе раньше обновлялись все спутниковый серия естественно флешек не было в то время в рисе of обновлялись чисто вот и через этот разъем его опять же упразднили потому что в основном все прошивается с usb порта который есть почти на каждом ресивере не почти на каждом из этого юсб порта прошивается ресивер а ранее мы всегда подключались первым делом компьютеру прошивали через rs232 далее и по возможности заливали список каналов ну и либо же настраивали уже дальше вручную но через rs232 первая прошивка всегда проходила и также восстанавливать очень удобно если вы зашились не тем софтом либо погас свет когда в этом погасло исчезло напряжение когда вы прошивались естественно при этом загрузка не прошла до конца и ресивер не загружается далее смотрим по разъемам здесь есть давайте перейдем к разъему питания самой головки конвертера этот разъем естественно всех ресиверах остался 1 2 разъем опять же упразднили это петлевой выход loop out как правило используется для подключения второго ресивера по петле то есть если у вас соединены два ресивера этот подключается к антенне отсюда выход идет на второй ресивер также кабелем то вы смогли бы смотреть в одной поляризации в пределах одного спутника каналы разные либо же если этот ресивер ведущий отключен пультом то на втором ресивере вы полностью управляли антенной тоже удобный выход в позволял использовать на то время еще были очень дорогими головки на два выхода конвертеры пины четверные так далее поэтому зачастую использовали либо петлевой выход либо же еще был второй вариант это разводка вот по вот этим вот разъемом сейчас расскажу про эти разъемы у этих разъемов назначение следующее как видим тв вкр и антенный вход это модулятор на современных ресиверах фактически не встречается модулятор здесь мы видим тв вкр то есть отсюда мы подключаем вот такой вот разъем мама подключаемся к телевизору напрямую в гнездо то есть были еще раньше телевизоры у которых не было ни тюльпана не скарта никаких других способов подключения и тогда мы использовали vc выход естественно картинка была самой плохой потому что использовался аналоговый выход который подмешивался в общую антенну которая кстати вставлялась вот сюда то есть для того чтобы подмешать антенну вы свое гнездо брали вставляли сюда и далее отсюда делали кусочек подключались уже к телевизору и выбирая здесь частотный канал пульт как правило был склоп с кнопочкой ультра high frequency ухо f по-простому и там вы уже на дисплее выбрали частотный канал там 36 42 с зависимости от того какие у вас забиты частоты и далее подключали подмешивали в этот частотный диапазон вашей аналоговой антенны сигнал с ресивера на одном канале получается был настроен вас ресивер и переключались соответственно дальше уже пультом сам россию почему же этот разъем убрали это тоже кстати очень удобный разъем его не хватает иногда в современных ресиверах вы могли этим разъемом через обычный сплиттер взяв отсюда выход например здесь телевизор мы подключили этим разъемом либо с картам либо тюльпаном а здесь мы берем питание точнее не питание а выход в че сигнала высокочастотного сигнала и дальше обычным сплиттером делим на такое количество телевизор которое нам необходимо да к сожалению будут показывать один только лишь канал и переключаться все будут у основного телевизора пультом но тем не менее вы могли включить и кухню и спальню к примеру при этом не затратил фактически ничего подключил одними тем же кабелем коаксиальным все телевизоры которые у вас находились доме к примеру вы хотели досмотреть какой-то фильм у вас подключен вот этот кабель на два телевизора в спальне к примеру и в кухне так часто мы тоже делали обычным сплиттером за доллар и вы идете выключая телевизор оставляя тюнер включенным идете в кухню также досматривать и точно также спальне вы можете досмотреть выключив на кухне телевизор при этом не используя абсолютно никаких не силов не двойных головок ничего более с этим я думаю все понятно и спадив это оптический аудио выход но на современных ресиверах зачастую используется уже разъем hdmi hdmi это разъем цифровой который позволяет воспроизвести высококачественную картинку соответственно преимущество на лицо также используется разъем ethernet которого раньше не было ну и разъем usb которого тоже зачастую раньше не было были лишь только определенные модели которые были очень дорогими имели usb разъем ethernet понятно сейчас с развитием технологий интернета не представляется возможным уже без него какой-либо гаджет какой-либо прибор youtube различные сервисы видео хостинги и прочее это все интернет также обновление онлайн все это позволяет делать через лан порт также на каждом ресивере сейчас есть usb порт через который вы можете просмотреть фотографии музыку использовать в общем его как dvd плеер либо как проигрыватель медиафайлов также через usb порт зачастую на обычных ресиверах заливается прошивочка плюс к этому прошивается там и ключи и канала зашивается через usb порт это очень удобно естественно для установщика можно прям на месте прошиться и не возить его не подключать компьютеру либо к ноутбуку в этом плюс но как видим уже не используется не петлевой выход не в че разъем который кстати на вот этому 3 серу т.б. был бы очень полезен если там у человека 2 примеру телевизор но его я думаю специально не ставят потому как естественно вы подключите второй телевизор через вы чай выход и вам нету необходимости ставить двойные головки оплачивать два таких ресивера и это не выгодно но по большому счету и здесь есть выход если нужно один телевизор через hdmi 2 через тюльпаны и проводим тюльпанчиками низкочастотным на второй телевизор и дублируем один и тот же канал всем спасибо за просмотр и подписываемся на мой канал пока